ты на поле вот опять залезли федералы безобразие рядом 22 и опять же июня монументы славы опять сейчас что-то будет такое невероятно высокая безобразная может быть хотел бы вот смотрите что я могу сказать вот как архитектор не так чиновник не как там кто-то как архитектор города всегда развиваются то есть строительство нового это неизбежная вещь которая рано или поздно будет потому что все люди хотят жить в городе все хотят жить в центре города никто не хочет жить где-нибудь за третий земель в данном случае вот этот участок был был федеральным когда к нам поступил запрос от дома рф мы написали все как бы негативные стороны что там точнее что это очень ценная для города территория что там там сковраги склоны что там все так нельзя но у федерации есть как бы посыл развивать территории причем развивать их механизмом комплексного развития территории это когда на старых территориях застроенных старой застройкой или каких-то вот не освоенных территориях в центре сложившейся городской инфраструктуры начинать новые стройки в данный момент потом мы надеялись что может никто не выйдет на этот участок да так как очень сложный выиграл через по самую контору я так думаю в будущем нет там на самом деле вышла строительная компания так как вы знаете у нас все участки я промолчу тут лучше выиграла строительная компания что мы можем как город со своей стороны сделать то есть помешать им строить особенно строить с веления федерации мы не можем мы можем их исключительно проконтролировать в данный момент у них там заключен контракт на архитектурно-городостроительную концепцию с хорошей организацией очень грамотной организацией то есть точки зрения технического задания мы тоже участвовали мы как бы не заставили мы попросили включить техническое задание такие вопросы как вот прямо прямое взаимодействие с парком спуск к набережной взаимодействия с окружающей застройкой да чтобы эти все вопросы этой концепции были решены то есть запретить там строится мы не можем но проконтролировать вот проэтажность опять же есть такая тема как финансово-экономическая модель мы опять же рекоменит нет нет у них там дом рф вообще предложил там вытащить с этой территории условно там 70 тысяч квадратов ну как вот условно есть там га гектар и вот это мы смогли это почти в два раза эту цифру снизить то есть соответственно то есть соответственно там 30 35 да то есть квадрат тысяч квадратных метров и проектировщики и сама компания кстати понимают важность места и хотят построить там то что и будет презентовать как хорошую компанию они как их как-то новую компанию пустили на рынок старательно почему это новое это пмк 8 они просто в цивильске до этого строили кстати спец по малоэтажному строительству будем очень сильно надеяться что они в этом все-таки даже и сколько будет мы пока не знаем в данный момент разрабатывается агк вот меня милдич свое время говорил мы пытаемся законодательное постановление какие-то там нормативные документы нас то есть ограничивать этажность могу рассказать что с этой темой до чтобы как бы ограничить этажность нужно разработать регламента то есть просто так мы ограничиться даже не можем мы в историческом центре ограничить где-то вот таких знаковых местах для города да в настоящий момент разработан проект это ограничение этажности с исторического центра города чебоксары то есть благодаря этому регламенту например на дом за дом торговли площадка есть же там планировали 25 этажку сейчас там будет 7 этажка там остался один кусочек туда ближе к карусели на котором будет точка все-таки но как бы там это уже не в исторический центр просто опять же чтобы ограничить этажность надо доказать что вокруг есть памятники что вокруг есть какие-то ценные вещи которые закрывают это строительство и не дают там строится до или закрывают какие-то сложившиеся исторические виды города да то есть это целая исследовательская работа момент славы точно на год а момент славы он у нас у него есть там зона охраны по границам памятника насколько я знаю то есть в рамках этого опять же все будет смотритесь даться опять же рус городов урбанистика красота вот за рядом памятник войну погибшим и рядом 25 непонятно 20 лет но образ даже нет я понимаю было вы были вот в казани там в парке горького вот парк горького и на фоне огромные там квартирные застройки по моему остался такой момент не на фоне застройки это наверное волгоград родину мать у них то что отделе там парк далеко во первых парк военный в казани он он достаточно большой а у нас не точно стоит монумент вот точно небольшая площадь а в казани вот такая территория и хоть там где-то какие-то есть высотки да они абсолютно как-то не мешают ну я обсуждение вот этой архитектурно-градостроительной концепции она будет проводиться во первых будет строительный совет во вторых будет общественное обсуждение и только потом будут публичные слушания если хотите мы вас ввести и пригласим слышать приглашает сейчас он опять сейчас на энтузиастов хотят что-то построить там какой-то непонятно что браво парк что-то пробит Продолжение следует...